Для этого должна возникнуть реабилитация как система и должны быть четкие маршруты от медиков к реабилитологам. То есть, как у нас сейчас есть человек, он болеет, он приходит к врачам, врачи его лечат и доводят его до точки, когда дальше его лечить или не имеет смысла, они вот больше ничего не могут. А вот дальше, по идее, должны работать реабилитологи. То есть, дальше нужно этого человека, который после болезни все равно не такой нормальный, скажем так, как вот не относится к полностью здоровому человеку, вот нужно дальше проводить его по какому-то маршруту. Но врачи, их область интересов сосредоточена только на болезни. Только вот на человеке, у которого есть болезнь, вот они борются с болезнью. Болезнь вылечили, все, до свидания, наша работа окончена. Совершенно нормальным и естественным было бы включение, ну хотя бы на последних этапах лечения, специалиста именно по реабилитации в команду, которая занимается человеком, и дальнейшая передача его непосредственно в реабилитационное учреждение. Потому что сейчас это выглядит так, что человека полечили, дальше написали ему направление на реабилитацию, и что там происходит, врачи, в общем, скорее даже и не очень представляют. А реабилитологи, со своей стороны, получают только результат врачебных действий. Этот человек падает на них, значит, как снег на голову, и они тоже не знают, что с ним делать. А если это касается каких-то серьезных проблем, серьезных нарушений, там, особенно у детей с нарушениями развития, то поскольку реабилитация для них это процесс в каком-то смысле пожизненный, то есть они никогда не станут, скажем так, нормальными, особенно если это касается ментальных нарушений. То есть никогда этот ребенок не будет таким же, как если бы у него вот этого нарушения не было. То в этом случае, собственно говоря, реабилитация начинается с самого начала, с того момента, как обнаружена проблема, и дальше просто ребенок наблюдает реабилитолог или целая команда, это уже зависит от того, что конкретно с ним происходит. И именно от реабилитолога исходит запрос на вмешательство медика. То есть задача создать вот этому ребенку, вот этому человеку, создать нормальную жизнь. Не задача взять человека с проблемой, у него эту проблему, грубо говоря, ампутировать так или иначе, чтобы дальше он жил как нормальный. Потому что это просто не всегда возможно, человеческие возможности ограничены. А двигаться с другой стороны. Вот есть человек, у него есть потребности. Реабилитолог – это специалист, на самом деле, по приведению в соответствие мира и потребностей человека. Вот если такой взгляд будет, скажем так, основным, то тогда что-то изменится.